хочу ну немножечко веселое видео вам предложить предыстория многие знают вконтакте я много-много лет консультировал людей бесплатно да у меня там невероятное количество отзывов больше тысячи и там лайков и репостов вот ну в общем ладно и просто в этом году достиг я такого уровня когда уже не смог консультировать потому что иногда поступало 100 вопросов но в основном из-за популярность на ю тубе увеличивалась давняя два три раза поток вопросов и пришлось мне прекратить но у меня остались за мне много лет самые мои интересные любимые сами понимаете сколько неадекватных людей да вот и у меня осталось некоторое количество общений с неадекватными людьми я хочу просто с вами поделиться но настроение вам поднять с утра сегодня погнали и так этому это ведьма была да это моя любимая ведьма ее имя фамилия легко определяется поэтому замазано и так добрый день вот получаю сообщение добрый день будет ли возможность пообщаться голосом проблема связана с детьми с дочери просто нескончаемая более хочу сделать все возможно чтобы восстановить свое доброе имя более того получить материальную как минимум компенсацию за то что они сделали твари но прежде чем попытаться хочу сделать узнать стоит ли дергаться но мне нужно именно слышать голос ну сами понимаете да такое сообщение когда получаешь сразу понятно человек неадекватный отвечать здравствуйте нет очень много желающих разгорать по телефону у меня не так много времени поэтому правило единое для всех бесплатная консультация только в контакте да ну то есть понимаете еще люди были такие наглые что консультация бесплатно консультируешь многих людей годами я консультировал да я когда смотрел переписку за несколько лет я в шоке был просто человек по каждой проблеме не пишет ну когда знаете 23 человек где-нибудь пишет вроде не запоминаешь а когда человек те каждую неделю по каждой проблеме пишет потом я смотрю у некоторых аж целые простыни это но это реально злоупотребление да по любой ерунде ну ладно я пишу вежливо да говорю ну по телефону не консультирую бесплатно только в контакте ответ тогда нет по крайней мере по этой теме цена которой моя разрушена жизнь дачи в дальнейшем проебывание жизни мразь жесткого отношения к себе не проща отказа помощи значит мой враг а с врагами расправляешься чаще полное проклятие умри мразь ты твой рот я ведьма а перед смертью мучайся да и гори в аду миллион лет мразь пройдешь со мной от боли узнаешь какова цена кому ты мразь отказал сдохни чуть-чуть подумал так и умри мразь мучайся сдохни проклятие до седьмого колена под видом добра пиаришься сука я тебе не мразь я связан то есть человек говорит давайте бесплатно проконсультирую но не по телефону а в этом контакте под видом добра пиаришься сука я не все мразь я связана со всем человечеством отказ меня жестоко покарает выродок вымри я наведу порцию смерти на вас выродки землю очистим от вас от кого от нас я так и не понял ну психически больные люди это вот моя любимая она ведьма как-то а вот это чё сейчас то уже родомира родмира будислава или будислава родомирова как-то так и что ли звали не помню ладно все не будем ну вот такие вот ведьма она еще потом жене войны писал да там у меня раньше я вывешивал типа жена с такой-то сейчас а чтобы она неадекват ее не доставали я убрал а так тоже на люблю свою если так вот дальше следующая привет тут такая ситуация нужна консультация как бы беременная а меня как бы уволили зарплату при этом как бы не выплатили что делать то есть ну вот представляете так и вы консультируете бесплатно такой вопрос я пишу здравствуй беременна ли как бы беременна вас уволили как бы уволить зарплату не вылипывать или как бы не упал я не очень понял ситуацию уточните ответ ты как бы юрист сам не понимаешь что ли да пошел ты ну я пошел дальше чувак пишет здравствуйте на раз я не отвечаю естественно задержки с ответами до когда много сообщений подождал 1 час 50 минут здравствуйте я сказал опять ему я где-то занят суде может сижу и так далее 16 080 28 минут еще подождал те сколько раз повторять отвечай резче давай консультация нужна бесплатная по регистрации ярлица ну тоже было естественно в топку дальше что-то там прислали здравствуйте вы верите в теорию о плоской земли это совсем старая я я еще даже отвечал видите здравствуйте нет поскольку я человек людям этим отвечал еще свои личные мнения сейчас уже просто блокирую дальше здравствуйте как сделать прививку ребенку от папиллома человека и от ветряной оспы вопросы юристу в рамках бесплатной юридической консультации тоже гениально а дальше сообщи какие права имеет суверен не знаю я не помню слова суверен в российском законодательстве но мне тут разъяснять так как суверен и не нужен паспорт ну вот вы объявляете себя сувереном и паспорт вам больше не нужен и вот так как суверен не нужен паспорту передвигаемся по миру необходимо с газетой где опубликована оферта переведена на тот язык какую страну или че теперь вы поняли как надо передвигаться по миру даже в условиях кризиса в газету подаете объявление ну правда как газета убедиться что это вы вот а если она должна как-то убедиться что это вы а не кто-то вами представляется да вам же вы что же тут же может представиться мошенник вами то есть газета должна убеждать что это вы и должна увидеть паспорт который вы не признаете ну логика конечно железобетонная то есть логика работает в тех случаях где человеку в мозгу выгодно да конечно все хотят путешествовать по миру с газетой и не работает когда человеку не выгодно да а как люди убедятся кто вы вообще такой я уж молчу о том что ну ладно ну вот такой вот да то есть если такие люди это искренне верят это не 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 развлекаться надо мной а он гарантирует искренне верят добрый день константин я живой человек я тоже учет есть свидетельство заверенные суверенными вот меня публично оскорбил судебный пристав рф в служебной форме ужас какой служебной форме а затем еще на нет мне телесные повреждения хотя гражданской форме а то есть успел переодеться о чем составлен сообщить протокол органами мвд ну походного составлен предлагаем 25 процентов от любой суммы взысканность данного человека организации поиска свой в целом через международные суды там по идее должно быть всем выгодно вы во что как вы вообще в это верите люди позже что мой такой дурдом константин доброе утро у меня большая проблема вы мне можете мне помочь позвонить мне пожалуйста вам все объясню мой номер такой-то я пишу я не консультирую по телефону ну потому что консультация бесплатно как с вами встретиться и пишу бесплатная консультация только в вк марина я не хочу ну то есть типа раз бесплатное слово увидела дальше читать зачем что только в вк только переписка да естественно я не могу бесплатно консультировать по телефону или встречаться со всеми желающими ну я не хочу то есть бесплатно слово увидела уцепилась попыталась не получилось ну хорошо хоть не послала не сказал юрист козел здравствуйте мне нужна ваша юридическая консультация на мою машину испражнилась птица могу ли я засудить а в целом нашего мэра собянина он же должен отвечать за город его чистоту но тоже очаровательно все вернулись обратно ну в общем это это знаете как это чтобы понимали что такое консультировать людей сейчас я перестал быть платно консультировать консультирую платно ссылки все есть найдете вот опас платной консультации еще жестче потому что если псих платит за консультацию 500 рублей то псих требует эти эти 500 рублей чтобы я отработал просто как это как проститутку как будто на 3 на трое суток снимает то есть требует чтобы я отрабатывал это все просто до бесконечности еще и предъявляет что типа денег взял и так далее и как бы тоже в какой-то мере правда все-таки я денег взял вот но тем не менее у меня уже иммунитет со мной это не работает если вы вдруг думаете что я где-то жалуюсь я не жалуюсь я просто развлекаюсь и откровенной хамлой психи я буду вас вывести для нормальных людей я вам гарантирую я даже тут видите замазал людей но для вообще просто если вы нормальный обычный человек я вам гарантирую конфиденциальность максимум там через два-три года вашу историю там не не увязывая вас не сообщение каких нюансов я могу просто рассказать как что ну много людей попадаются на такую тему вот могу просто как легкий пример привести вроде никто не обижался а так вот смотрите что такое консультировать юристов ой консультировать людей до работать с людьми что такое работать с кучей людей ежедневно это конечно тоже тяжеловато именно поэтому я не хочу быть там руководителем где-то меня тут приглашали пару раз а я говорю я не могу быть руководителем я не могу гонять сотрудников не могу взять и сказать ты мудак ты плохо работаешь ты уволен а и некоторым именно так и надо сказать а я не могу понимаете вот в чем дело и поэтому ну я не готов пока еще на данном этапе это уже 40 лет до сейчас может быть обращу обрасту я уже вот на бесплатной консультации оброс броней а на платной консультации еще больше брони обрастать потому что когда человек заплатил хотя бы 100 рублей он уже начинает требовать в разы больше чем тот кто не заплатил до есть человек не заплатил я могу вообще за любую мелочь заблокировать а тот кто заплатил его либо блокируешь но возвращать деньги блокируешь либо не возвращать деньги тогда терпишь ну вот так вот и ладно это все просто истории забавные